Часть 4. Где брать настоящий контекст? Ответ довольно простой. Из источников живого языка. Книг, фильмов, песен, самих носителей и т.д. Любой медиаформат, который вы достаточно регулярно используете. Естественно, лучше использовать те форматы, где есть возможность послушать речь носителей. Поэтому, если вы выбираете книги, выбирайте аудиокниги. 5 правил по набору слов из контекста. 1. Не берите все слова, которые вы видите. Серьезно, не надо брать даже 1 третий из того, что вам встретилось. Кратковременная память в состоянии удержать в себя 7 плюс-минус 2 единицы информации. Поэтому за сеанс ныряния в живой язык вы должны вынести не больше 7 слов. Желательно 5 или меньше. 2. В первую очередь берите слова, которые легко запомнить. В этот список обычно входят слова, заимствованные из других языков, например, слово nation, или слова, которые похожи на русский, например, fond и т.д. 3. Не стесняйтесь брать коллокации. Коллокации – это набор слов, которые часто используются вместе. Любовь к радиологизму или идиома – это коллокация. Фразовый глагол – это тоже коллокация. Например, словосочетание hi, how are you, несмотря на то, что отлично разбивается на отдельные слова, часто используется именно в такой комбинации. Поэтому это тоже коллокация. Запомнить фразу pleased to meet you будет выгоднее и проще, чем запоминать 5 отдельных слов. 4. Не ориентируйтесь на полезность слов. Да, вероятно, слово яблоком вам будет встречаться чаще, чем арбуз. Но если вы обожаете арбузы и не любите яблоки, то лучше и проще будет запомнить именно его. Все слова, которые вы запоминаете, должны быть вам близки, и запоминаться легко, иначе вы скатываетесь в зубрёшку, которая, как известно, ни к чему хорошему не приводит. 5. Стройте мнематические цепочки. Чтобы слово перейти с кратковременной памяти в долговременную, потребуется порядочное количество времени. Поэтому прежде чем забывать слово ванки, убедитесь, что вы сможете его вспомнить. Как минимум, зачем вы его добавили или откуда оно у вас взялось. Ну, лучше строить, конечно, более долгие мнематические цепочки, но это не обязательно. Теперь, когда вы знаете всё это, давайте рассмотрим это на примере. Основные языки, которые я сейчас изучаю, это французский и китайский. Но мне крайне нравится один испанский исполнитель, который делает дубляж рэп-баттлов и арб на испанском. Поэтому иногда у меня в ванки попадают испанские слова, несмотря на то, что они мне не нужны, и сам испанский не особо интересен. Последние два слова, которые я добавил, были взяты из видео Илон Маск против Цукерберга. Естественно, на английском я его знаю наизусть, поэтому переводить текст мне не пришлось. Это, кстати, одна из очень эффективных методик читать или слушать на другом языке то, что уже знаешь на родном. Читать русскую классику на английском языке, например, одно удовольствие. Так вот, я сделал из этого видео два слова. Соло. Потому что оно есть в русском языке с похожим значением. И кон. Потому что я очень хорошо помню начало этого куплета из-за смешной рожи Маск. То есть я точно знаю, как оно переводится, поэтому мне не пришлось слезть в словарь для этого. Плюс ко всему прочему, из других баттлов я знаю слово коньо, и разница между коньо и кон полторы буквы, поэтому есть за что цепляться. Это, кстати, вот семантическая цепочка. Коньо, убираем О, меняем мягкую Н на твердую Н, и получается кон. Почему нет? Вот список тех слов, которые я бы мог взять, но не взял. La casa blanca. Я знаю, что casa это дом, а бланка это белый. Очевидно, что это белый дом. Опять-таки не пришлось слезть в словарь и довольно легко запомнить. Идиота. Без комментариев. Esfuma и Fume. Похожи на английское слово fumes с похожим значением. Conquistar. По аналогу с Conquistador. Dormir un poco. Глагол dormir есть и во французском языке с тем же значением, а un poco просто забавно звучит. Cobra. Похоже на слово кобра. Ну и так далее. Причин может быть миллион, главное, чтобы они не были типа, это слово мне нужно запомнить, потому что оно полезное. Алгоритм такой. Вам вначале бросается слово в глаза. Не наоборот. Вы не выискиваете слово, которое вам нужно запомнить. Вам вначале слово бросается в глаза. Дальше. Пытайтесь понять, почему оно вам бросилось в глаза. Следующее. Определяйте, хотите ли вы его запомнить или нет. Убеждайте, что сможете вспомнить его в следующий раз, когда увидите. И заносите ванки после этого. Прежде чем мы закончим, я хочу обратить ваше внимание на одну из колод, которая мелькала на заднем плане, которую я ни разу не открыл. Колода базовой английский включает в себя 100 карточек, которые содержат всю базовую грамматику, которую необходимо знать любому, кто претендует на уровень intermediate. Карточки построены в виде теста, где вам дается либо термин, либо определение. Например. Will. Это вспомогательный глагол для третьего лица, единственные числа. He, she, it, va, future simple. Эта цифра 3 указывает на разделение на категории лиц и чисел, в зависимости от которых меняются вспомогательные глаголы. Кроме вопросов про сами вспомогательные глаголы, есть побочные вопросы, которые очень важны, но при этом опять-таки не преподаются в школе. Например. Единственные времена, у которых в утвердительных предложениях нет вспомогательного глагола. Правильный ответ это present simple и past simple. Вообще эта колода была сделана как дополнение к видео о том, как нужно учить языки и статье мануал на ту же тему. Но рекламировать его публике, которые не знают, что такое Anki, было бы довольно глупо, поэтому ее наличие я сообщаю только сейчас. Я продаю эту колоду вместе с личным инструктажем, как пользоваться Anki, где его взять, какие настройки выставить, как часто пользоваться и так далее. Стоимость этого пакета всего 100 рублей. По вопросам приобретения обращаться по контактам, указанным в описании под видео. Сегодня все. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. С вами был Ирвин, детерминизм от свобода. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok